Как мы уже не будем перед телезрителями лукавить до эфира, я обратился к вам с просьбой, вы ответили на нее положительно, теперь пришло время ее реализовывать. Я хотел бы, чтобы те из вас, кто готов, назвали свою версию наиболее интересных, наиболее важных событий уходящего года. Это могут быть события глобального характера, это могут быть события абсолютно личного, у кого-то кошка катилась, и для кого-то это тоже событие, почему нет. Кто-то готов, ребята, да, вот ручки, Галя, может быть, ты пришла, а ты, как представитель журналистского сообщества, свои события назовешь? Нет? Пожалуйста, студенты, кто, что? Да, микрофон туда передайте, пожалуйста. Если нетрудно, назовитесь. Радмир Иванов, кафедра конфликтологии, магистром второго курса. Ну, на мой взгляд, что для меня, наверное, какое событие? Все-таки начало года, это не секрет, ни для кого не секрет, что начало года у нас ознаменовалось тем, что для Москвы, в первую очередь, это особое значение имели российско-американские отношения. И, значит, ни для Москвы, ни для Вашингтона здесь какого-то, к счастью, либо, к сожалению, какому-то единогласию здесь результата такого не было. Но какие причины вообще можно было бы здесь выделить? Наверное, это... Простите, пожалуйста, Радмир, вы сейчас переходите в конфликтологический, политологический анализ. Я просил проще, ну, так, по-свойски, как говорится, событие для вас. Главным событием, как я понимаю, стало что? Обострение российско-американских отношений, загнивание, ничего нового на этом фронте. Am besten nicht noise, как сказал Медведев. Прошедшие события встречи Путина и Трампа. Вот, в Хельсинке. Да, 16 июля. Да, 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 да. Это единственное, это вот то, что вас больше всего впечатлило. Да, это то событие, которое бы я мог отметить. С вашей точки зрения оно на что-то повлияло? Плюс, в минус? Не сказать, что в плюс и в минус, но все-таки это, знаете, то есть переговоры продлились достаточно несколько количеств часов. И вроде как после этой встречи у нас вознагрались новые санкции против России. Да, что приятно. Да, в свою очередь здесь Трампа обвинили в том, что он потакает, потакает, да, в мягкости, в переговорах. Но, знаете, что бы хотелось отметить по поводу 2019 года, все-таки… Восемнадцатого или девятнадцатого? Девятнадцатого года, да. Все-таки, наверное, события здесь во многом российско-американские отношения, они будут зависеть от внутри политической стороны Соединенных Штатов. Обстановки. Да, поскольку все-таки президент Путин, он неоднократно заявлял о том, что мы готовы к диалогу, к конструктивному, равноправному диалогу, но на условиях, так скажем, на условиях конструктивного и равноправного диалога, а не на условиях ультиматумов и диктаторов. Прекрасно. Я понимаю, я вижу, что у вас очень хорошая профессиональная подготовка на факультете. Я поздравляю ваших преподавателей. Большое спасибо, брат Мир. Кто-то еще? Да, Альберт. Альберт Бигбов, журналист. Для меня одним из самых главных событий уже уходящего года явилось это выборы президента России и то, что потом последовало. То есть в начале года у нас были выборы президента России, которые привели действительно к тем вещам, которые будут не отпускать нас еще очень долгое время. То есть появились майские суперуказ президента, который задал магистральные цели и приоритеты развития на ближайшие несколько лет. И последовала дискуссия о пенсионной реформе, расколовшая общество буквально на несколько частей. И сейчас мы видим такой тренд. Это идет ужесточение. На две очень неравные части, я бы сказал. Да. Но идет ужесточение, идут налоговые повышения. И все это, конечно, истекает как раз из выборов. А для Татарстана, лично для Татарстана, весь год проходил в дискуссии о татарском языке. То есть это продолжение темы конца 2017 года. И весь год это шла дискуссия, которая все-таки оказала огромное влияние и будет оказывать. Уже речь идет о выработке стратегии татар, развитии татарского народа. И я думаю, что здесь возникло... Мы будем еще долго пожинать эти итоги 2018 года. Здесь вот по татарскому языку и опять-таки сплыла тема федерализации или федерация, или унитарное государство. Вот главные темы. Да, для Татарстана это уже становится почти вечной темой. Спасибо. Спасибо, Альберт Бекбов. Да. Да. Yes. Здравствуйте. Меня зовут Галина. Я студентка второго курса в кафедре психолого-педагогического образования. Очень приятно. Рад познакомиться. У меня в этом году, ну, субъективно произошло... Здравствуйте. Прежде всего, это то, что я закончила первый курс, отличием для меня это было, ну, событие. Поздравляю. Да, это хорошо. То есть вы уже сессию все сдали, что ли? Первый курс, да. То есть я сейчас на втором курсе. А, вы второкурсница? Да. Ну да, да. И немаловажным событием было то, что также я занимаюсь сейчас воспитанием своего ребенка. И в этом году, ну, ей исполнился год, и для меня это тоже очень большое событие. Ну, успеваете. Я вас в войне поздравляю. Так, хорошо. Вот. Ну, наверное, это самое фундаментальное событие в моей жизни за этот год. Да, да. Я могу понять вас. Но обратите внимание все-таки, вот, видно, что здесь все-таки лучшие студенты, да? Сначала человек называет первое событие, что она с отличием закончила год, а уже второе там, ну, ребенку год заодно тут исполнился. Вы хотите что-то добавить от себя? Нет. Нет, вы просто улыбнулись мне, и все. Нет, хотите. Я же вижу, что хотите. Так как мы детские психологи, здравствуйте, меня зовут Алия. Да. Я тоже хотела сказать, что в мире могут происходить большие события, но иногда этот мир сужается до твоей личной семьи. И для меня, так же, как для Гали, самым большим событием стали первые шаги моего ребенка. Поэтому этот год был достаточно насыщенный. Класс. Класс. Спасибо. Кто-то еще? Давайте мы поступим теперь следующим образом, чтобы я вас не терзал, да? И два человека, два ребенка, это же прекрасно. А мы говорим, что что-то у нас там не в порядке. Да в порядке, в порядке, если так присмотреться. Я предлагаю просто сейчас все вместе посмотреть нарезку из фото, освежить вашу память, нашу память. Может быть, что-то экспертам тоже будет любопытно. Что у нас происходило, да? Ну вот смотрите, скандал вселенского масштаба, который привел к новым санкциям. Скрипаль, Скрипаль, его дочь Юлия. Кто-то отравил. Да, трагедия в Кэмерово, вот я вижу, да? Что, а, уже упоминавшие здесь выборы президента состоялись и 1 марта, вот он показал это. Перед выборами, если вы помните, он обращался к федеральному собранию. И огромное, невиданное, вернее, количество времени было уделено показу наших новых сверхвооружений. Но это вот сейчас аппаратное показывает своего рода ответ американцев. Они некоторое время спустя взяли и высадили на Марс свой аппарат. Он начал бурить поверхность Марса. Как принято говорить, несимметричный ответ на наши угрозы. Конечно, открытие Керченского моста. Это мартовское, если мне память не изменяет событие. Для многих и многих это прекрасное событие. Меньше, чем за два года построили. Но, как мы знаем с вами, я думаю, знаем, конечно, что потихонечку вокруг Керченского моста начинает сгущаться потенциал различного рода конфликтов и провокаций. Дальше, что у нас? Ну да, 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 да. Чемпионат мира по футболу в России. И уже все, кажется, признали, в том числе и ФИФАШ, это лучший по организации чемпионат мира. Неожиданное, почти сенсационное прохождение в четвертьфинал нашей сборной. Страст и космос. Вот это вот все, да. Это, конечно, да, такое очень нерядовое событие. Событие ни одного года. Непонятно, когда еще Россия в состоянии будет принять чемпионат мира по футболу. Дальше, да, то, о чем уже говорил Альберт, началась свистопляска вокруг повышения пенсионного возраста. Объявили сначала в апреле, Медведев где-то там вскользь сказал, потом в июне объявили уже, что это дело решено. И начались протесты, и 29 августа Владимир Владимирович, пожертвовав своим рейтингом в телеобращении, попытался хоть как-то это смягчить. И некоторые позиции реформы были наиболее жесткие и исключены. И кончилось это. Игорь Анатольевич меня поправит, если я ошибаюсь, с тем, что экономического смысла в пенсионной реформе по существу не осталось. Вот такие кульбиты нашей жизни. Дальше, да, то, о чем опять же говорил Альберт Бигбов, повышение НДС до 20%, примерно параллельно в это же время пошла волна таких тяжб вокруг повышения цен на бензин. Мы с вами прекрасно понимаем, мы достаточно взрослые люди, что и то и другое приведет, почти гарантированно приведет к скачку цен на все группы товаров, потребительских и непотребительских. И конечно, наверное, это не лучшим образом скажется на темпах роста экономики. Но опять же, здесь я уповаю на мнение Игоря Анатольевича, как он скажет, так и будет. Да? Ну не Дмитрий Медведев же скажет, так и будет. Ну и да, и да, своего рода такой пандан, как говорится, скандал к отравлению Скрипаля. Да, это Салсберецкий, как выразился вот этот вот товарищ, вместо Салсберийских шпили, поход Баширова и Петрова, которых теперь уже называют Чипигой и Мишкиным. Идентифицировали их эти паразиты, наши партнеры в кавычках, как их любит Владимир Владимирович называть. Тоже нерядовое событие, вокруг него, как сейчас принято говорить, хайпа хватало, да, какое-то время. Но так как в наше время все краткотечно, все быстротечно, и по этому поводу хайп закончился. Еще. Да, выборы в Приморье, скандал, который потряс аппаратные основы партии «Единая Россия». Один из четырех регионов, которые партия «Единая Россия» проиграла на выборах в регионах губернаторов, субъектов федерации. Тройная замена. Ну, как мы с вами знаем, я надеюсь, вы знаете тоже, что кандидат Кремля, в конце концов, победил. Восьмого, нет, да, 16 декабря состоялся последний уже тур выборов в Приморье. Олег Кожемяка, брутальный, между прочим, мужчина. Если кто видел его фотографии, у него там есть снимки, он такой накачанный весь из себя, такой поджарый. Просто удивительно, он их построит. Но тоже, политические последствия, Андрей Георгиевич, наверное, мы об этом немножечко поговорим, да, что за этим может последовать. Не все так просто, это не просто частный случай в регионах. Дальше, да, Керченская трагедия, паренек расстрелял, сколько, кто помнит, 21, 22 жертвы там было, да, своих сокурсников, однокашников, кого-то из преподавателей. И, да, это, опять же, такое закольцовка, это ноябрь, а в феврале пожар в Зимней Вишне, в Кемерово, извините, да, я говорил. Два таких трагических события с массовыми жертвами каким-то образом вот окаймляют этот год, который на самом деле даже не високосный. Дальше, что у нас, коллеги, там? А, ну, да, вселенский хай, не хайп, обратите внимание, разрыв отношений между русской православной церковью, точнее, между московским патриархатом и константинопольским патриархатом из-за того, что Украина возымела намерение или украинские власти, или украинские иерархи располагать в своей церкви. Скандал, конечно, далеко не закончен, и я, например, вот, мое частное мнение, я очень боюсь, что на Рождество и вот в эти вот новогодние дни мы не обойдемся без какого-то, какой-то провокации, кровопролития в связи с возможностью, с перспективой захвата тех церквей, которые принадлежали Украинской православной церкви, Московского патриархата, а теперь якобы должны быть переданы уже Украинской православной церкви. Ну и, кажется, у нас осталось что-то еще. Ах, как я мог забыть, и вывод никто не назвал, да? На фоне чемпионата мира по футболу Вселенскую Славу приобрели два игрока сборной Мамаев и Кокорин. Дебош, сидят до сих пор, продлил содержание до 8 февраля, и как это будет дальше, никто не знает, но впечатление такое, что карьера у ребят закончена. Ну, если вы помните, был такой великий футболист Стрельцов в 50-е, да, начале 60-х годов, который 4 года отсидел по обвинению в изнасиловании. Многие говорили, что это ложное обвинение, но потом вышел и блестяще играл, да, говорили, что это мог быть второй Пеле, если кому-то из 17-20 летних говорит имя Пеле что-то, да, говорит, говорит, да не обижайте нас. Я понял, извините. И все у нас, да, по фотолетописи сегодняшней? Да, еще вот я говорил уже об открытии Керченского моста в марте, и вот теперь погранцы российские досматривают практически все суда, которые заходят туда. А, туда, и очередной инцидент, когда три судна украинские были задержаны погранслужбой Российской Федерации, привел к тому, что теперь уже опять нам грозят новыми санкциями. И мы в этих санкциях уже купаемся просто вот, как, я не знаю, как в шампанском с лепестками роз. Все новые, 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 а Путин выступил на большой пресс-конференции, я думаю, к ней мы вернемся, еще и сказал, да, и нам это нипочем, может, даже и хорошо. Исторический оптимизм это раньше называлось вообще, вот в учебниках марксизма-линизма, да, это трактовалось как исторический оптимизм, присущий советскому народу. Еще, да, съезд Единой России, который пообещала сама себя быстренько переформатировать, не в первый раз, между прочим, уже, но очевидно, что потребность в некоем неформальном переформатировании назрела. Как здесь уже было сказано, нам поставлено перед стороной майским указом Путина задачи на ближайшие 6 лет, причем не просто задачи, а речь идет о так называемом рывке или прорыве. Какими ресурсами, какими политическими, организационными, финансовыми, материальными ресурсами мы располагаем для того, чтобы этот прорыв был осуществлен, и мы каким-то образом оказались бы в новом качестве жизни, это большой предмет для обсуждения, для осмысления. Закончился 21 числа, политический год гарантированно закончился 21 числа, очередной большой пресс-конференции Владимира Владимировича Путина. Ну, не знаю, кто-то говорит, что он расставил все точки над «и», кто-то говорит на то, что там гораздо больше осталось вопросов, кто-то говорит о том, что эти мероприятия превратились в такой сеанс массовой психотерапии, да, и, кстати сказать, это тоже очень интересно, да, насколько это вообще значит, да, вот умение или способность лидера паству успокоить и настроить на определенный лад. Что тут первично, что вторично, мы об этом тоже, я надеюсь, сегодня некоторое количество времени поговорим. Вы, наверное, обратили внимание, что я совершенно не коснулся, мы с коллегами из аппаратной, которые подготовили эту подборку, мы совершенно не коснулись событий в Татарстане. Они кое-какие были, гораздо меньше, конечно, чем в целом в России и в мире, в силу того, что Татарстан – это только часть мира и даже часть России, как бы тут кто не судил. Но что мы там, у нас Дубравная, кажется, да, станция Дубравная была введена в этом году в строй, наконец-то, очередная станция метро. После затяжной реконструкции открылся зооботсад, да, река Замбези, это теперь называется, со всякими там циновками, циновками, намеревались принять новый генеральный план развития Казани, но в результате бурного обсуждения, кстати, скажите, здесь мы это часа полтора-два очень бурно обсуждали с приглашением и экспертов, и оппозиции, так называемых, ну, то есть тех людей, которые придерживаются альтернативных точек зрения на развитие Казани. Так вот, принятие генплана отложили на 2019 год, а буквально вчера последовала инициатива профильного министерства, что вроде бы и генпланы-то вообще не нужны, а надо утверждать просто некие вот стратегические направления. А там, мол, ну, уже на месте разберемся, какие коррупционные каналы это открывает в перспективе, это отдельный вопрос. Конечно, в этом году прошел, завершился официально, да, год Толстого, который был инициирован Казанским федеральным университетом и указом президента Татарстана был позиционирован, если можно так выразиться, как год Толстого в целом в Татарстане, масса мероприятий прошла, столетие с Первой мировой войны, окончание Первой мировой войны в Париже, где тоже Путин попытался встретиться с Трампом, но как-то они проскользнули мимо друг друга. Высоцкому 80 лет со дня рождения, 200-летний юбилей Карла Маркса. Если кто помнит, кто этот бородатый дедушка. А ведь представьте себе, если мы бы жили в Советском Союзе, как бы эта дата отмечалась. Страшно подумать. 100 лет Солженицыну, который к этому юбилею, по-моему, окончательно расколол читающее общество России на две половинки, там, я не знаю, равный, неравный, но кто-то говорит, что вообще надо его исключить из всех программ, кто-то говорит, что он чего-то там нам приоткрыл. Наверное, по-своему право и те, и другие. Ну и 200 лет Тургеневским девушкам и со дня рождения, собственно говоря, Ивана Сергеевича Тургенева. Это вот такая, видите, в результате получился довольно затянутый перечень, довольно длинный перечень разного рода событий. Конечно, какие-то вообще нас не коснулись никаким образом, какие-то, наверное, задели уже или еще заденут, прежде всего, это экономический блок вопросов. И я хотел бы теперь, наконец-то, передать слово экспертам. И давайте решим, Андрей Георгиевич, Игорь Анатольевич, с чего все-таки начнем, с политики или с экономики? И что является концентрированным выражением чего? Политика определяет экономику или экономика политику? Наверное, все-таки политика определяет. Андрей Георгиевич, давайте вашу оценку того, что мы уже пережили, и потом, может быть, после оценки мы перейдем к другим экспертам, а уже подводить итоги будем чуть попозже. Хорошо, ну давайте я попробую начать. Значит, мне кажется, что политика, она ведь тоже разная, да, как минимум внешняя и внутренняя. И то, что мы сейчас вот видели, да, если обобщить, то это тоже совершенно разные вещи. Кого интересует внешняя политика? В основном пока правящий слой, политическую элиту и, наверное, достаточно многочисленная группа экспертов. Но в этой связи могу сказать только одно, что было такое большое внутрироссийское событие. Конгресс политологов, он проходил в стенах МГИМО. Значит, чтобы не потерять связь международная общественность, туда было приглашено 54 иностранца, вообще всероссийское, да, значит, собрание, а приглашают именно иностранцев, да, чтобы показать им, что, соответственно, мы, значит, по-прежнему это с ними, мы, значит, с думающими людьми и так далее. И вот, значит, поскольку это, видимо, стены МГИМО и специфическое мероприятие, 90% всей тематики было посвящено тому, почему разорвали договор о ракетах средней и малой дальности, да, и больше всего меня убили уточнения политологов, за сколько ракеты достигнут такие цели, как Санкт-Петербург, Москва и так далее. Честно говоря, уже, по-моему, лет 30 не слышу. А это иностранные интересовались или наши? Нет, зачем, это обсуждают наши в основном, да, а иностранцы сидели, тихо молчали и что-то записывали. Я не знаю, что они записывали. Вот, ну, это все-таки академические ученые, поэтому мы к ним, естественно, предрасположены, относимся хорошо, и я думаю, что они многие вещи интерпретируют и справедливо, и в каких-то академических канонах отнюдь не выходят на роль политических лидеров и пытаются завоевать какие-то политические очки, поэтому немножко другая тусовка. Но, согласитесь, неприятно звучит, когда говорят, что до Москвы одна минута, до Санкт-Петербурга, допустим, там, три минуты и так далее. Технологии изменились. Я вспомнил, в общем, свое детство, юность, когда я был, наверное, даже младше вот ребят, которые здесь присутствуют, там, школьного возраста, и вспомнил вот эти вот першеньки, трайдены и так далее, и так далее, и стало немножечко не по себе, да. Поэтому это серьезная проблема, на самом деле она касается всех, несмотря на то, что большинство ей внимания не уделяет. Но тут же вот на этой тусовке прозвучала такая вещь, мне кажется, это тоже очень показательно, это данные исследований, проведенные нашим центром социологическим, и раньше это называлось институт социологии, вот, академическая структура, специально на нее ссылаюсь, потому что считают, что ее данные все-таки не отгажированные и более объективные, и вот там, значит, когда людей спросили, население нашей страны, две трети сказали, нас интересует исключительно внутренняя проблематика. Внешне замечательные, мы патриоты, мы поддерживаем линию, которую проводит президент, там, господин Лавров и так далее, да, но мы хотим обсуждать социально-экономические проблемы. Вот, думаете, мы перешли на социально-экономические проблемы? Нет, второе пленарное заседание... Я подозревал, что вы пасхать. То же было связано именно с международной, значит, политикой, вот, но мне кажется, что мы должны обсуждать в том числе и внутреннюю политику, и, безусловно, ее выходы на социальную сферу, на экономику и так далее. Хорошо, вот вы сейчас заметили, что большинство, отвечая на опрос, сказали, что мы поддерживаем внешнюю политику, там все идет нормально. А вы разделяете эту точку зрения? Что во внешней политике все идет нормально? Нет, вы знаете, с одной стороны, действительно грустно, потому что мы давно не находились именно в такой точке, но вы знаете, да, вот Россия проиграла резолюцию последнюю, это широко освещалось средствами массовой информации. Генеральная ассамблея ООН. Да, значит, если мы говорим, что это наше информационное влияние, то, наверное, не только информационное влияние, понятно, что одна Россия не сможет разобраться с мировыми медиа и прочее. Мне кажется, что это, понятно, игра в одну сторону в основном. Но мы эти вещи проигрываем, и, значит, политический мяч на стороне Соединенных Штатов, Запада, и, соответственно, могут создать такие условия, в том числе и в рамках договоренности, соглашений, которые для России будут крайне невыгодны. Вот это вот плохо, и я думаю, что это повлияет и на внутреннюю политику, это повлияет и на развитие российской экономики, вот в этом плане. Вот насчет того, что мяч политический на нашей стороне, да, так получается, там, мы должны как-то его отбить, принять каким-то образом. Общая такая распространенная, по крайней мере, в либеральных кругах, точка зрения на президента США, нынешнего Дональда Трампа, ну, что он такой вот, ну, импульсивный, непоследовательный, там он такой весь из себя, и вообще на грани импичмента, и надо его убирать, иначе там все будет какая-то катастрофа. Но вот если присмотреться к тому, что он делает, в том числе в отношениях с Россией, кстати сказать, и с Китаем, то складывается впечатление, что достаточно последовательный политик, и, как принято говорить, гнет свою линию, и не факт, что он проигрывает, в том числе и промежуточные выборы в Конгресс и в Сенат США, которые состоялись в ноябре, по-моему, да, и ноябрьские ведь это были выборы. Как ваша оценка? Ну, на мой взгляд, Трамп – это типичный националист, националист в гражданском смысле, потому что мы очень часто в России понимаем в этническом, вот, здесь никакой этничности нет, привязки к этому, да, это именно гражданская такая вещь, ну, и посмотрите, вот даже последнее действие, вывод войск из Сирии, да, который ошеломил многих, вот, на мой взгляд, это исключительно, опять же, национальный интерес США, всех поставили перед фактом, да, вот, ну, и потом мы знаем, что Трамп объявил, что он выиграл войну в Сирии, да, в России, естественно, с ним большинство людей не согласны, да, элита, безусловно, наша не согласилась. Он попытался украсть нашу победу, говоря короче. Ну, я не знаю, чья она, да, на мой взгляд, можно было говорить о том, что там действовали несколько стран и несколько коалиций, и все они контролировали свои сектора, но если до этого, значит, американцы контролировали в основном то, что мы называем оппозицией, не очень с ней дружили, поэтому вот Россия все-таки поддерживала, да, того президента, который всенародно выбран, да, какой бы он ни был там, потому что это отдельный, наверное, разговор. Вот, ну и, соответственно, мне кажется, что Трамп очень последовательный человек, последовательный политик, и он выполняет обещания, которые давал два года назад. И в этом плане надо признать, да, что он проводит совершенно грамотную, целостную политику. Другое дело, что этой политике от нее могут пострадать другие страны, и вот мы видим Российскую Федерацию. И вот я почему задал этот уточняющий вопрос, что бы ни говорили мы или там кто-то, да, чтобы на себя все не брать, об уменьшающейся роли там Америки в мировых делах, о том, что она уже не в состоянии доминировать, что вот и доллар потихонечку там не северну, или потихонечку, а некоторые говорят, не сегодня, завтра вообще потеряет свою позицию, обвалится. У меня складывается ощущение, что вот те люди, которые привели, или те силы, которые привели Трампа к власти, и те сигналы, которые сейчас исходят из США, договор по климату, Парижское соглашение так называемое, вот ваш пример с выводом, внезапным выводом контингента воинского из Сирии, торговая война с Китаем, разборки с Мексикой и Канадой, то есть вот эти вот пересмотр по соглашению нафта так называемого, и такое ощущение, что идут очень внятные сигналы о том, что пора или эпоха глобализма заканчивается, и мы переходим, мир, мир потихонечку переходит к какой-то новой структуре, я не знаю, панполитико-экономических образований, какие-то агломерации, где США не обязательно будут играть роль вершины пирамиды, они будут занимать, конечно, свое место и влиять, но тем не менее, сама по себе идея, в прошлом году дискутировал я с вице-президентом здесь, у нас был в гостях, российского философского, по-моему, общества, что ли, он был, он ярый глобалист, господин Чумаков, если на память не изменяет, и он с пеной у рта доказывается, глобализм это навсегда, и другого пути нет, это исторически вот такой детерминированный путь, нет такого ощущения, что это уже вопросы к вам, Игорь Анатольевич, и к вам, кто из экспертов готов включиться, включайтесь, пожалуйста, не опасайтесь перебить меня или предыдущего эксперта в рамках... Если говорить об экономическом глобализме, доминировании, об экономической многополярности, то я не знаю, является ли глобализм безусловно таким стратегическим путем развития мира, но даже если это стратегический путь развития, то, как мы все хорошо знаем из законов диалектики, по прямой ничего не развивается. Линейного прогресса нет. Да, линейного прогресса нет. Естественно, прогресс движется по спирали. Естественно, что в целом движение в том или ином направлении абсолютно не означает, что оно будет прямолинейным. И вполне возможно, что действительно в данный момент мы вступаем в этап очередного экономического разобщения, размежевания, формирования таких региональных экономических зон Юго-Восточная Азия, Европа, США, Северная Америка, Южная Америка и так далее. И это абсолютно не... Извините, Анатольевич, сразу. Россия куда? Где? Или она сама по себе в этом раскладе? К сожалению, сама по себе Россия не является самодостаточной. Это не мое личное мнение. Это серьезные исследования, которые говорят о том, что самодостаточной экономической территории может быть территория с населением как минимум 200-300 миллионов человек. Внутренний рынок. Да. То есть, эта территория, при условии, что на этой территории есть хотя бы большинство необходимых природных ресурсов, может быть самодостаточной, если имеется население в 200-300 миллионов человек. Новый аспект причины последствий распада Советского Союза. Население как раз и было. 250-260 миллионов человек. На данный момент на территории бывшего Советского Союза проживает около 320 миллионов человек, что сопоставимо с населением Соединенных Штатов, что сопоставимо с населением Европы. Ну, в Европе, в Евросоюзе чуть больше. Если брать старый Евросоюз, там примерно такая же, 300+. Так скажем, это самодостаточная экономическая зона. Россия сама по себе самодостаточной полностью не является, поэтому вот в условиях такого глобального размежевания Россия будет вынуждена либо создавать вокруг себя, как вокруг центральной силы, некий альянс, и что, собственно, и делается. Еврозес и прочие экономические объединения, они направлены на то, чтобы добить эту планку до искомых 200-300 миллионов населения. Собственно, одна из причин украинского кризиса состоит в том, что Украина — это более 40 миллионов человек, более или менее развитая промышленность, природные ресурсы и так далее, и вовлечение Украины в орбиту российского проекта интеграции как раз-таки резко повышает самостоятельность и самодостаточность российского проекта. Потому что суммарно Россия, Украина и Белоруссия — это уже 200 миллионов человек, почти 200 миллионов человек, плюс еще несколько соседних стран. И что тоже немаловажно, некий панславянский проект. По сути, да. Можно фантазировать о какой-то дальнейшей перспективе, которая может включать в себя интеграцию части Восточной Европы, которая... И восстановлению Варшавского договора. Нет, конечно. Об этом речи не идет. Тем не менее, подобная тенденция, она сейчас налицо. Ну вот, да, понятно, Игорь Анатольевич. Ну, смотрите, мы констатировали, вы констатировали, в частности, излагая общепринятую точку зрения, результат исследования, что Россия в настоящее время не является самодостаточной территорией, назовем это так, или страной. В экономическом плане, во всяком случае. И вы заметили, что, да, наверное, вот есть такая тенденция, или есть такой тренд, что будут образовываться некие вот альянсы, да, или там какие-то локации. Куда, с вашей точки зрения, Россия приткнутся? И на каких ролях? Это старший партнер, это гегемон, это младший партнер, это что? Что? И это и к вам, Андрей Георгиевич, даже если не будет. Ну, собственно, я-то уже и проговорил в какой-то смысле, что Россия должна стать центром интеграции соседних государств с тем, чтобы создать собственную... То есть не в орбите все конгломераты Юго-Восточной Азии? Нет. Нет? Все-таки. И не Евросоюз? Нет. В любом случае, понятно, что какие-то элементы интеграции, сотрудничества возможны и необходимы, это полезно, но, тем не менее, вливаться в ту или в другую интеграцию скорее всего и не получится, и нет в этом смысла. Понятно, спасибо. Мы понимаем с вами, да, что вроде мы ведем разговоры о достаточно таких отвлеченных, общих вещах, да, но мы должны понимать, что это, в принципе, через, как говорится, вот один клик или через два щелчка касается нас, наших кошельков, нашего мироощущения, наших возможностей, буквально, и даже нашего психологического состояния. Это не такие отвлеченные вопросы, как может показаться, вот на первый взгляд, что, ну, что там, глобализация, при чем здесь? Все очень близко, на самом деле, коллеги, к сожалению, может быть, очень близко. Андрей Григорьевич, ваша оценка по поводу вот этих вот трансформаций? Вы знаете, я могу здесь, наверное, солидаризироваться, да, потому что, вот, в данном случае, конечно, экономика, она решающее значение имеет, но посмотрите, почему, собственно, выигрывают пока, до сих пор, да, при всех, значит, концепциях о том, что к закату идут Соединенные Штаты и так далее, почему они выигрывают, да, вот, они сильны и в военно-политическом смысле, они сильны и в экономическом смысле, и мы видим, что в экономическом смысле, да, там, конкуренцию составляет прямой Китай, прежде всего, да, ну, понятно, что Европейский Союз, там, другие субъекты, да, вот, мировой экономики, то в военно-политическом, да, более-менее конкуренцию, вот, может составлять Российская Федерация, в основном, за счет тех запасов, которые еще при Советском Союзе создавались за счет новых видов вооружения, которые нам постоянно показывают последние годы, да, но, посмотрите, здесь частички, а у Соединенных Штатов целостный вот этот вот потенциал, поэтому я согласен, что, конечно, собственное, да, объединение, объединение стран вокруг, значит, России, оно, конечно, должно давать эффект, но с точки зрения военно-политических, вокруг нас объединяется 6-8 государств, не больше, да, на посмотрительную размеру ДКБ, вот, а с точки зрения экономической, конечно, мы, ну, например, заключаем договор с Вьетнамом, да, и очень желали бы, чтобы Вьетнам там находился вот в этих структурах, там, ЕАЭС, там, ЕвразЭС, как это правильно, да, звучит, вот, но, соответственно, будет ли Вьетнам развиваться вот именно в этом образовании, или он все-таки в Юго-Восточную Азию, которая очень динамично развивается. Когда у него рядышком Китай. Да, да, вот в том-то и дело, это большой вопрос, и я не думаю, что сугубо только политически, и то же самое можно, наверное, и про какие-то другие комбинации, потому что мы пытаемся привлечь, вот, выйти за вот эти рамки, то, что мы называли постсоветским пространством, а сейчас уже даже сам термин устарел, потому что, ну, сколько постсоветское пространство, может таковым заниматься 25 лет, да, ну, 5 лет, 10-15 могли называть, но сейчас-то, наверное, что-то другое нужно, вот, но вопрос, конечно, не в терминах, это ученые рано или поздно придумают и введут, наверное, эти понятия, они будут общепотребимыми, вот, а вопрос, где мы найдем вот эти вот государства, которые будут к нам вливаться, присоединяться, и составить тот вот необходимый потенциал, для того, чтобы мы составляли, ну, какую-то сильную такую вот точку, и она соперничала со всеми другими, вот в этом сложности. У меня совершенно детский вопрос, Лариса, может быть, вы мне поможете, а почему, собственно говоря, кто-то должен к нам тянуться, к России я имею в виду, вот, что такое, я понимаю, девушка красивая, там, кого-то к ней потянуло, ну, или наоборот, да, зов крови, там, да, что-то такое, фантазия играет, а почему должны кто-то, вот, мы хотим стать центром чего-то, ну, я хотела бы сказать, что приглашение психологов в качестве эксперта в одном экспертном пространстве с экономистами, политологами, это уникальный вообще случай, редкий, может быть, даже единственный, я вот не встречала такую ситуацию, это комплименты или осуждения? Нет, это комплименты, благодарность организаторам мероприятия, что пригласили психолога, значит, как-то к судьбам конкретных людей, видимо, те, кто замышлял этот проект, люди не безразличны, так вот, я слушаю вот наших коллег, экономиста, политолога, и думаю о том, что мысль их движется в привычных таких руслах, глобализации или биполярный мир, кто с кем дружит, кто с кем объединяется и так далее, вот, кроме этих тенденций, привычных политических тенденций, есть, наверное, и такая позиция, как многообразие мира, многообразие мира, допускающие нюансы, не обязательно страна должна вот как-то в какой-то диаде быть, занять позицию, противоположную кому-то, или не обязательно страна должна бежать и с кем-то объединяться, вот эти моменты хотелось бы как-то вот удерживать в нашем обсуждении, но что касается психологической оценки событий, психологическая оценка, она всегда резонансная, следующая за экономикой, за политикой, кажется, Маркс говорил о том, что бытие определяет сознание, да, определяет сознание, мы вспомнили как раз нашего великого юбиляра уходящего года, но сознание потом влияет, так сказать, на экономику и политику, это не есть конечная инстанция, где люди переживают, страдают, и на этом все заканчивается, нет, они начинают продуцировать идеи, эти люди, пережившие экономический резонанс или политический резонанс, продуцировать идеи, которые будут порождать и теперь уже вторичный, так сказать, ответный, рикошетный резонанс формирования политических, взглядов экономических и так далее, поэтому вопрос о том, кто главнее в этой жизни, экономисты, политики или психологи, остается открытым, если уж так говорить. Классики ведь еще и другое сказали кое-что, что идея становится реальной силой, когда обладевает сознание масс, это, по-моему, уже ленинское высказывание, если мне память не изменяет, то есть обратный процесс, конечно, тоже происходит. Да, да, поэтому мы эти вещи должны учитывать. Вот что касается резонанса политических оценок, психологических оценок, простите, оговорилась, психологических оценок, я хочу сказать, что психологический резонанс идет не непосредственно после события, а посредованно, отрефлексировано медиа, средствами, журналистами, они каким-то образом обрабатывают информацию, преподносят нам ее, потом мы уже каким-то образом переживаем эту информацию, какой бы она ни была, позитивной, негативной. На вопрос о том, какой информации больше, негативной или позитивной, мы, наверное, однозначно ответим, что больше, к сожалению, негативной. Почему? Потому что негативная информация, она так или иначе привязана к бизнесу, она лучше продается, негативная информация. Почему она лучше продается? Потому что она направлена на натуральные пласты психики человека, на чувство безопасности, на самосохранение, на эти моменты. На его звериную сущность, грубо говоря. Увыя, да. И поэтому это продаваемая информация. И в определенной степени вот эти силы, которые стоят между мной и событием, те, кто освещает эту информацию, они являются конструкторами массового сознания. Вот эта реальность, она должна нами быть переосмыслена психологами. И мы в какой-то степени должны противостоять другими метафорами, другими символами, чтобы показать людям, что есть помимо вот этой сложности мира, есть еще какая-то линия созидания, в которой мы можем участвовать. Вот это очень важно, на мой взгляд. Когда мы проводим экспертизу психологическую, вот были печальные события, зимняя вишня, ну, печаль... Глубочайшие. Или керченский стрелок. Это за событиями следуют раны, которые не заживут в чьих-то сердцах никогда. Это родители этих детей. Мы пережили эти события. Но удерживают ли кто-нибудь, кто владеет массовым сознанием, влиянием на массовое сознание, эти события удерживают ли в том плане, что жизнь ребенка бесценна? Что мы делаем для того, чтобы предотвратить эти события? Мы не делаем ничего. Эти события через год-другой забудутся. И, к сожалению, вот, понимаете, экспертиза, она не есть ради экспертизы, делаем, так сказать, активность какая-то, да? А экспертиза должна дальше иметь последствия, развивающие нашу жизнь. Вот нашу жизнь сегодня, здесь и теперь никто за нас не создаст. Ни наш город, ни нашу страну, ни наш мир. И в этом плане, конечно, психологи должны быть одними из первых громких, смелых экспертов того, что творится. Так бы я сказал. вы сейчас упомянули очень уместно два события, о которых я тоже говорил, что они оба так трагически окаймляют по существу год, начало года и конец года. Пожар в этой зимней вишне в Кемерово и расстрел в Керченском колледже. Вот у меня такое ощущение, что здесь есть некий общий знаменатель у этих двух событий и он поправьте меня ради бога, я бы даже очень хотел, чтобы вы меня поправили. Просто это вот мое субъективное такое ощущение, что и там, и там лежит вот в основе, да, вот почему это произошло. Была же ведь еще белая лошадь, да, если мы помним, там тоже сгорело там около 200 человек, там взрослые в основном были. Вот теперь это вишня, то есть такого рода события периодически повторяются с такой уже гнетущей, гнетущей регулярностью. Собственно говоря, как и шутинг, да, английский термин шутинг в школах в США стреляют со страшной силой там в колледже, в школах, пожалуйста. У меня вот такое ощущение, что вот, когда я заговорил о знаменателе, вот за всеми этими глобальными процессами, за гигантским просто информационным шумом, за дроблением представления о том, что такое хорошо, что такое плохо, что вот априори хорошо, да, всегда вся эта игра с окнами овертона постоянно идет, да, вот вчера это было недопустимо, сейчас это может быть, завтра это уже норма и так далее, и так далее. Теряется сущий пустяк, в кавычках, конечно, да, теряется вот понимание ценности жизни. И мало того, что она теряется, в какой-то момент у каких-то особей, я по-другому просто сказать не могу здесь, это равнодушие переходит уже в холодную, а может быть и в горячую ненависть. Вот холодная ненависть с моей точки зрения, это вот ненависть владельца этой вишни, да, лошади и прочего заведения к тому, что там может произойти. Ну, профит есть, ну, капает, да, кто эти, которые там ходят туда, что-то делают, там, пляж смотрят, отрываются, да, и горячая ненависть, которая ведь тоже откуда-то возникла, кто-то впитал, вот в эту, вкачал в этого парня, да, в этого молодого человека, но цена-то, смысл-то один, жизнь ничего не стоит, я тебя так же, как в стрелялке в компьютерной, я тебя сейчас точно так же возьму и уделаю, извините за такое непарламентское, мягко говоря, выражение, и, кстати, сказать, кто помнит фильм Брат 2, сцены, да, я вот выкивается, я чувствую, вы помните, ситуацию, сцены, где он там, в Нью-Йорке, в каком-то клубе расстреливает, ведь Балабанов абсолютно точно скопировал, стрелял компьютерную, да, по мизансцене, по тому, как он проходит, по темпу стрельбы, и тогда уже, там уже, ну, талантлив был режиссер, царство ему небесное, хотя и мизантроп, сигнальчики-то вообще идут уже, да, и все более настойчивые, что мы должны, вот этим моментом, вы очень хорошо сказали, о многообразии мира, я это понял, как многообразие частностей, вот личных, личных взаимопроникновений, каких-то контактов, эмпатии, как сейчас принято говорить, и, конечно, это может быть не менее важно, чем проблемы глобальной политики и глобальной экономики, другое дело, что состояние общества, опять же, если я вас правильно понял, напрямую как раз и влияет на то, что может происходить и происходит в экономике и так далее. Я воспользуюсь этим мостиком, Андрей Георгиевич, опять вот хочу вас немножечко попытать, да, или помочь, как вам удобнее, какой термин. Три позиции, да, выборы, в Приморье, реакция на них в политических кругах, смысл вообще с вашей точки зрения, насколько это значимо для России в целом, к чему это может привести, первый вопрос. Второй вопрос, что нам показал съезд правящей партии и чего в результате вот нам всем ждать? И третий, на десерт. Как вы оцениваете очередную большую пресс-конференцию президента? Ну, давайте последовательно, да? Хотите с конца, давайте с конца, как удобнее. Да, ну, можно с конца. Значит, мне представляется, что, как вот определенная прямая связь, да, с населением, где люди могут задавать вопросы, причем это существует, различные формы для задавания этих вопросов, наверное, в сегодняшний, на сегодняшний момент, в век, когда мы переходим к не только информатизации, да, цифрованию, да, многих вещей и так далее, но это, наверное, один из возможных доступов, потому что не читает масса людей, там, газета, например, да, не смотрит общеполитическую тематику, вряд ли заглядывает в экономические сводки, да, там, какие-нибудь финансовые рынки, кроме, естественно, специалистов, там, например, студентов, обучающихся по данным направлениям, и так далее, да, и в этом плане, наверное, подобные встречи, они должны быть, и другого формата никто просто не изобретет, потому что он массовый, вот, может быть, что-то просто такое более новое, совершенное появится. Извините, ремарка, однако, очень коротенькая, меня все время смущает, что он проводит эти встречи в рабочие дни, с 12, там, до 16, по идее, люди-то работать должны, да, там, работают, учатся, то есть, где аудитория, и потом, в результате вынуждены в программе время, все это пересказывать, других выпусках, ну, а выход какой? Вы не могли бы его посоветовать? В прайм-тайм, в 19 часов? Я думаю, что это не совсем реально, потому что это просто, ну, опять же, законы жанра, я думаю, что вы даже лучше этим владеете, чем я, например, на мой взгляд, это просто элементарный политический пиар, да, дальше должны вступать в свое, значит, толкователи, да, толкователи должны вступать, конечно, аналитики, эксперты, журналисты, конечно, мы должны увидеть уже какие-то вот сжатые, значит, вещи, которые нам интерпретируют как-то и так далее, потому что, ну, вот знаете, человеку действительно, там, работающему весь день, очень сложно, да, это четырехчасовую конференцию воспринять, послушать все нюансы, и поэтому он готов послушать журналиста там по какому-то центральному каналу, даже мне было в этот раз сложно, хотя это моя работа, да, сидеть, слушать и фиксировать все. Поэтому мне кажется, что формат не уйдет, то, что его будут комкать, интерпретировать, передавать, это тоже все, останется, и в ближайшее время. Другой вопрос, насколько это влияет, ну, естественно, первое лицо должно встречаться с избирателем, это элемент непосредственной демократии, мне кажется, он должен остаться, если хотите, электронной демократии, вот нам обещают, например, следующие выборы, мы будем все голосовать дома, да, ну, это же хороший момент, да, замечательно, давайте действительно дома проголосуем, да, это требование сегодняшнего дня, поэтому в этом плане это, наверное, неплохо. Влияет ли это на реальную, я думаю, что где-то влияет, поскольку Путин любит, значит, разбираться в каких-то проблемах, да, наказывать публично каких-то чиновников, ниже стоящих, и так далее, вот эти вещи, да, безусловно, вот, влияет ли это на обыденную жизнь людей, но я думаю, что в большинстве своем, наверное, нет, кроме тех вопросов, которые их непосредственно затрагивают, ну, скажем, президент поднимает, и ему задают вопросы про, там, утилизацию мусора, ну, это же касается каждого человека, да, мы знаем, что конфликты вот в этом году, например, в прошлом году шли двух видов, да, Казань, может, сжигательный завод, очень горячая тема, у нас, да, у нас боятся построить завод, а под Волоколамском, наоборот, вы делаете, что хотите, у нас дети не могут жить, да, вот при таких отходах, да, 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 вот поэтому, наверное, разные здесь моменты, что касается, значит, там, вопрос был связанный с, как повлияли, да, вот эти выборы, прежде чем мы к ним, вы к ним перейдете, я хотел бы просто одно маленькое уточнение, вот, я же не случайно его задал после разговора, после того, что сказала Лая Сафаритовна, с вашей точки зрения, вот эти большие пресс-конференции, три часа, четыре часа, рекорд, 1702 журналисты, я принимал участие в пресс-конференции, это даже не пресс-конференции, мы сидели, разговаривали в Екатерининском зале, 27 человек нас было, в 2000 году, с Путиным, почти два часа, абсолютно живой, человеческий разговор, он тогда был молодой, ну, я, в общем, до некоторой степени, сейчас 1700, понятно, что они ничего не в состоянии, в массе своей спросить, физически, понятно, что разжижение состава, увеличение состава, есть разжижение качества, мы видим, качество вопросов, оно от конференции, конференции, становится все хуже, вопросы все более поверхностные, я уже, как правильно, Песков заметил, уже фактически, попытались превратить это, без конференцию, в жалобу, да, такую жалобную книгу, клевету там нашли, да, 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 даже где-то он там клевету усмотрел, но это, я думаю, что это некоторые преувеличения, эмоциональные, и возникает вопрос, в чем идея, в чем тогда смысл, если содержательная часть, хочешь, не хочешь, она, либо остается на прежнем улю, либо даже сжимается, и если подумать здесь о психологической компоненте, вот таких мероприятий, не складывается ли впечатление, что это вот, вот такой вот сеанс массовой психотерапии, по существу, нацеленный на то, чтобы, а, успокоить общество, это минимум, да, минимальные, но недостаточные условия, и, б, я подозреваю, я хочу просто услышать ваше согласие, или уточнение, или опровержение, и может быть, как говорили в пору партийно, КПСС, мобилизовать общество на что-то, и, если это так, это может достичь своих целей, или это, ну, попытка с не очень угодными средствами, пусть на меня не обижаются Песков, Громов, и те, кто организует вообще все эти конференции. вы знаете как, мне представляется, что перед Новым годом никого никуда мобилизовывать не нужно. Не получится. Мобилизовывали бы в начале года, да, когда была вот эта выборная кампания, недаром вот коллеги здесь присутствующие, они отметили, да, что это одно из главных событий, потом вот здесь показали его в ролик. Вы имеете в виду выборы президента? Да, я имею в виду выборы президента. А сейчас нет, скорее всего, вот то, что вы в начале говорите, это, скорее всего, такое успокоение, потому что, на самом деле, положение достаточно сложное, ну, мы сегодня уже вот с другими экспертами эти сферы обозначили, да, и, безусловно, можно говорить о личном там сознании, можно говорить об экономике, каких-то там провалах, трудностях, да, можно говорить о том, что, значит, вот мы не поддерживаем контакты с какими-то там зарубежными государствами, ну, и так далее, и тому подобное. То есть, это так или иначе было сказано. Поэтому, мне представляется, что успокоить, действительно, поставить точку и, значит, сделать так, чтобы, скажем, вот эти вот негативные во многом, да, для властей, прежде всего, федеральных властей, тенденции 18-го года остались в 18-м. Другое дело, вот, останутся ли они там, да, или они, на мой взгляд, вот, мне кажется, что продолжится ситуация, вот, в том числе, значит, я думаю, что власти могут и не досчитаться в некоторых регионах, да, скажем, тех победителей, которые считали традиционными, представители партии «Единая Россия». В этом, наверное, нет ничего страшного, это нормальный политический процесс, потому что, ну, посмотрите, вот последние выборы, которые вы отметили, значит, да, действительно, они закончились победой представителей партии «Власти», да, но ведь шел как независимый кандидат. То же самое произошло в Москве, мы видим, да, Собянин прошел как независимый, да, кандидат, то есть он не представляет определенную политическую партию. Так сам Путин, вообще-то, дистанцировался, сказал, «Я не партийный президент, я…» Да, то есть здесь идет, ну, понимаете, это можно интерпретировать и как определенную игру, наверное, административным ресурсом, да, то есть вот сливают, немножко подтапливают тот ресурс, который, часть административного ресурса, который назывался «Единая Россия», и, честно говоря, мне кажется, что вот большинство людей, у меня нет данных вот по этому вопросу, социологических, точных, вот на съезд партии, пусть даже ведущие, да, не обратили внимания, партия не играет такую роль в нашей жизни, мы обращаем внимание на личности, мы обращаем внимание на первое лицо, в данном случае президент, это первое лицо в стране, и когда он говорит о том, что в стране происходят такие процессы, с зарубежными партнерами у нас такие-то отношения, ну, и так далее, и тому подобное, вот, то этого, наверное, достаточно, вот, большинство людей получили ликбез политический, вот, ну, а дальше уже эксперты, аналитики могут что-то, с чем-то не согласиться, и так далее, по поводу того, что нас ждет в следующем году, я думаю, что регионы разные, вот вы говорили о том, что, значит, событий, может быть, очень ярких не было в Татарстане, вот, но если мы с политической точки зрения посмотрим, я опять сужаю, да, до своего там спектра, значит, 19-й год приносит нам выборы в законодательное собрание или госсовет, если спросить людей, даже пришедших вот сюда, ну, видимо, все-таки это заинтересованная аудитория, да, знают ли они об этом, помнят ли, когда они поедут, пойдут ли они на эти выборы, меня подбывает их спросить, вы вообще хоть краем глаз-то видели, что Путин говорил по телевизору? Вот так, вот, вот, видите, ну, такое ощущение, что нет, не очень, вот, поэтому вопрос, как это называть, как это интерпретировать, вот, для кого это важно будет и прочее, да, поэтому я все-таки согласен больше с той точки зрения, что вот, когда человек новый родился, ребенок, это действительно здорово, это выдающееся событие, да, вот, а выборы в ЗАГС собрания, это рядовое событие, безусловно, но оно будет, я думаю, оно будет влиять, и после того, как мы получим порцию информации из многочисленного, значит, там, из интернета, с различных сайтов, да, потому что молодежь в основном интернет специализируется, кто постарше смотрит, и телевизоры, безусловно, тоже лезет в интернет, потому что сейчас без этого невозможно, вот здесь мы какие-то вещи, наверное, увидим, услышим, мне кажется, эти тенденции будут продолжаться, и посмотрите, вот вы написали 80% против, значит, пенсионной реформы, по некоторым опросам, до 90% против, и люди этого не забыли, но мы с вами в пятницу были на экспертном совете, и там рассматривали различные данные, значит, видели, что происходит снижение, вот, в республике Татарстан, и просто, ну, в два слова скажу, что основное снижение, это по цифрам Единой России, ее популярности, это снижение популярности, и доверие, да, президента Российской Федерации, связывает именно вот с этими непопулярными социальными реформами, вот, но интересно, что наши местные руководители практически ничего не потеряли, хотя мы все прекрасно знаем, что они тоже члены Единой России, да, это говорит о том, что население, например, пенсионную реформу на Миниханова не возлагает, вот, считает, что он к ней присоединился, был вынужден присоединиться, вот, как представитель одного из субъектов Федерации, вот, и, соответственно, здесь рейтинги, если и упали, то в пределах, там, статистической погрешности, 4-5%, фактически не упали. в следующем квартале они могут и вырасти, поэтому это надо новые замеры проводить, там уже смотреть, поэтому, ну, наверное, по-разному не буду говорить, что обязательно будет это все хорошо, мне кажется, все нынешние тенденции второй половины года, они будут повторяться в году 19-м, я имею в виду внутреннюю политику. Все, спасибо, Андрей Георгиевич, я понял правильно вас, что вы косвенно указали и на то, что феномен выборов в Приморье может повториться в других регионах в 19-м году. Вы очень дипломатично это высказали, но я-то как журналист могу позволить себе прямо проартикулировать. Спасибо. Давайте мы перейдем, мы потихонечку подкрадываемся к исчерпанию времени нашего дискуссионного клуба. Давайте немножечко, Игорь Анатольевич, перейдем ближе от сердец и голов к желудкам. Если можно так выразиться. Для начала, ваша оценка уходящего года с точки зрения экономиста, финансовые и макроэкономические показатели и то, что касается нас всех. И потом, если это возможно, насколько это возможно, ваша оценка прогнозная. Давайте я не буду начинать с характеристики каких-то отдельных экономических событий, как перечисленных, так и не перечисленных до сих пор. Я постараюсь дать характеристику в целом ощущению от года, который заканчивается. Ощущения три. Первое ощущение, так скажем, с приставкой «не», но положительное, как ни странно. В России не произошло ничего ужасного с точки зрения экономики. Мы не свалились в очередной кризис, у нас не произошло какого-то чрезмерного всплеска инфляции, ничего не рухнуло, ничего не развалилось. Я имею в виду в целом в экономике страны. То есть экономика остается управляемой, ситуация экономическая остается управляемой, она остается в рамках ну, скажем, нормы-не нормы, но по крайней мере она не является катастрофической. И это уже, наверное, положительный итог года. Года непростого, тяжелого, отягощенного, ну, всем, чем только можно было, но тем не менее контроль над экономикой не утрачен. Это первое ощущение. Второе. Второе позитивное. То есть мы все-таки давайте будем говорить и о позитивном тоже. 18-й год был годом, который ознаменовался очень крупными экономическими проектами, как завершенными, так и еще незавершенными. Часть из них мы перечислили уже. Это и открытие Керченского моста, это крупнейший инфраструктурный проект в России, и этот проект еще продолжается. В 2019-м году ожидается открытие железнодорожной части моста и чемпионат мира по футболу. В данном случае я говорю о нем не как о спортивном событии, а как экономическом феномене, который обеспечил привлечение беспрецедентного количества иностранных туристов в страну и позволил продемонстрировать очень высокий уровень организации международных мероприятий, продемонстрировать миру, что Россия страна не только интересная, но и безопасная, привлекательная для туризма. Это экономический эффект, я считаю. А дальше, кроме того, 2018 год это год, когда практически завершено строительство крупных транспортных коридоров Турецкий поток, который сейчас уже вышел на сушу, на сухопутную часть. Началось строительство в Балтийском море Северного потока-2, сейчас строительство идет полным ходом. Продолжается строительство трубопровода в сторону Китая, сила Сибири, открыт, запущен на полную мощность завод по сжижению газа на Ямале и так далее. То есть страна строит крупные предприятия, транспортную инфраструктуру, реализуются гигантские инвестиционные проекты. Да, это замечают непосредственно только те, кто рядом живет, но мы все должны понимать, что это серьезный показатель экономической силы, экономического здоровья страны. Многие из присутствующих здесь просто не помнят эти времена, но эксперты не дадут соврать, 20 лет назад ничего такого не строили. 20 лет назад, 25 лет назад, этого не было. Просто тогда не было речи о том, чтобы строить, речь шла о том, чтобы не развалилось то, что есть, и речь шла о том, чтобы просто выжить. И на следующий год эти проекты тоже продолжаются, закладываются новые производства, новые транспортные артерии. Будем надеяться, что на будущий год все-таки начнется строительство высокоскоростной магистрали Москва-Казань, и в дальнейшем это будет иметь выход на более дальние Екатеринбург и Китай. то есть это часть огромного проекта Берлин-Пекин. на самом деле, тем не менее, это позитив. То есть нельзя говорить, что все плохо. Но третье, о чем я хотел сказать, это уже негатив. Негатив для большинства из нас, почти для каждого из нас. Все, что происходит, происходит на фоне санкций, которые очень серьезно ограничивают доступ России к международным рынкам капитала, к большим, долгосрочным, дешевым капиталам. А без этого ничего не бывает. Во-вторых, санкции ограничивают возможности сотрудничества с многими крупными иностранными компаниями, с которыми мы сотрудничали, и от которых мы перенимали новые технологии, которых мы привлекали к проектам внутри страны. сейчас это невозможно. Санкции и вообще все, что происходит в мире, заставляют нас, заставляют Россию больше вкладываться в армию, в военное производство, заставляют в какой-то степени осуществлять импортозамещение там, где, может быть, это не надо было бы делать, если бы не международная обстановка. Все это требует денег. Так вот, 18-й год стал тем годом, когда оказалось, что правительство России не способно в дальнейшем реализовывать те проекты, о которых мы говорим, и поддерживать при этом достаточный уровень социального здоровья, социальной обеспеченности, используя только ранее созданные резервы и текущее поступление. 18-й год стал годом, когда правительство было вынуждено пойти на снижение социальной защищенности, это пенсионная реформа, и одновременно пойти на повышение налогов, увеличение налогового времени. Это повышение НДС, который будет с 1 января, это введение налога на самозанятых тоже с 1 января, это пока пилотные регионы, но тем не менее Татарстан в их числе и не за горами распространения, безусловно, тут никто не сомневается даже. Это так называемый налоговый маневр, который приводит к увеличению акцизов на моторное топливо и повышению цен на бензин и дистоплива. Все это признаки того, что резервы финансовой устойчивости исчерпаны и дальнейшее финансирование программ развития будет осуществляться в том числе за счет снижения социальной защищенности и повышения налогового бремени. Будем надеяться, что то, что уже произошло, будет этим и ограничиться, но я подозреваю, что в следующем году снова и снова будет возникать вопрос об обложении незанятого населения взносами в социальные фонды. В первую очередь в фонд медицинского страхования, фонд социального страхования, а может быть и в пенсионный фонд. Этот вопрос время от времени возникает. На самом деле сейчас получается, что за неработающих граждан платит бюджет, то есть человек не работает официально, но при этом он имеет право пользоваться бесплатными медицинскими услугами, имеет право пользоваться социальной поддержкой, но тем не менее он за это сам или его работодатель не платит. К этому вопросу, я думаю, еще вернуться. Вот такой сложился год в какой-то степени, наверное, переломный в чем-то именно в финансовом смысле, в экономическом смысле. Будем надеяться, что этот перелом будет одноразовый, и дальнейшей вот этой тенденции мы не увидим в ближайшие годы. думаю, что подобной корректировки финансовой будет достаточно. Кстати, я позволю себе не согласиться с Юрием Прокопичем по поводу того, что пенсионная реформа не имеет никакого смысла. Как же не имеет? Она имеет, просто она имеет смысл отложенный. Вот сейчас, начиная с 2019 года, чтобы вы все понимали, как это работает, в первой половине календарного года никто не будет уходить на пенсию. И так в течение 10 лет. Полгода никто на пенсию не уходит. Естественно, что это будет рабочие руки. Это даже не столько рабочие руки, это значит, что пенсию этим людям платить не нужно. Но нужно платить зарплату, которая побольше пенсии. А вот за зарплату этим людям еще придется побороться. вот да-да-да. И так, в общем-то, для людей в возрасте не так просто устроиться на работу. Поэтому очень многие из тех, кто мог бы выйти на пенсию, они, собственно, уже не работают. У них просто нет работы. А теперь им говорят, ну, вы еще подождете, пенсию получать не будете. Так что в финансовом смысле эта реформа она имеет вполне осязаемый эффект и долгосрочный эффект в особенности. Так что... Игорь Анатольевич, вам, конечно, виднее, я-то имел в виду то, что затраты на переобучение пенсионеров по некоторым подсчетам, на обеспечение их лекарственным, всяким там медицинским обслуживанием превзойдут доходы, но существуют такие оценки, существуют другие дела не в этом. Главное, насколько я понимаю, мы все поняли одно, что если коллективизация, индустриализация осуществлялась за счет крестьянства, за счет ресурса села, этих ресурсов сейчас нет, и очередной прорыв или рывок будет осуществляться а, за счет среднего класса, так называемого, который скукоживается в стране стремительно последние 5-6 лет, и в том числе за счет пионеров и пенсионеров. Я немножко его угрубляю, конечно, но да, по-моему, так можно понимать. В принципе, я могу сделать предположение, что, конечно, руководству страны хотелось бы сделать этот рывок не только за счет пионеров и пенсионеров, а еще за счет коррупционеров. То есть, мы видим желание кое-кого из губернаторов и прочих чиновников заст... Вопрос ведь не в том, чтобы посадить конкретного губернатора. Вопрос в том, чтобы дать понять остальным, дать острастку, чтобы брали по чину. Так как там, помните, не по чину берешь. Вот, чтобы по чину брали, потому что действительно воруют уже так, что это становится реальной проблемы экономического развития. Какое-то объяснение этому психологическому феномену есть, что потеряли берега уже? Нет, просто, когда у нас экономический рост был по 5-6% в год, не так заметно. Воровали с прибыли. ребята. В условиях, когда экономический рост каждый год не превышает одного-двух процентов. Воруют с убытков. Воруют с убытков. И в этих условиях обеспечивать выполнение тех же майских указов, нету возможностей. Надо кого-то раскулачивать. Хороший вопрос. Я думаю, что был задан вопрос о психологическом предназначении пресс-конференции президента. Я думаю, что такая пресс-конференция, когда диалог идет лицом к лицу, она нужна нашим людям, поскольку в нас очень большая потребность в справедливости. И есть много несправедливостей, которые мы хотим донести до первого лица. И на пресс-конференция появляется такая возможность сказать. И прорываются же информации, которая прямо адресна. Вот эта потребность в справедливости, она из той же сферы, о которой вы говорите. Когда люди видят, что люди даже хорошо живущие, достойно живущие, но видят, что когда есть несправедливость, есть люди, которые десятки, сотни раз имеют большие доходы, может быть, с точки зрения простых людей недостойные, то это порождает, конечно, такое негативное отношение. С этим мы не можем спокойно жить. Очень интересный экономический термин справедливость. Его нет в обороте экономистов, профессионалов. У экономистов есть только две пары терминов, законно-незаконно, выгодно-невыгодно. Других ерминов экономики нет. вот, я к тому и веду, что неплохо было бы как-то его ввести, он, конечно, чрезвычайно трудно поддает оформлению, формулировке, но вот принимая пас от Ларисы Фаритовны, я как раз о справедливости сейчас хотел бы сказать. Игорь Анатольевич, вы вот говорили, что там ресурсы, ну что, ну да, вот маневр налоговый, а власть дает острастку, как было сказано, вот этого губера посадили, вот этого, значит, заместителя губернатора, вот так. я понимаю, я согласен с вами, что на самом деле цель не в том, чтобы конкретного посадить, ну посадили, посадили, показать пример, а ты не воруй, или воруй по чину. Опять же, вот специально для молодежи, для студентов, да, Советский Союз был многим плох, но там была настолько четко выстроена иерархическая структура во всех сферах, в том числе и вот в партийной в линейке КПСС, что каждый четко знал, сколько ему, как сказал Игорь Анатольевич по чину украсть. Секретарь райкома, например, мог там себе построить баньку, если он построил себе двухэтажную баньку, ему капец, он построил не по чину, да, ну и так далее. Значит, вот я работал в партийной газете тогда, ну, мальчишка после университета, после вот этого университета и когда значит, меня назначили ответить секретарем Советской Татарии, я вдруг узнал, что я теперь номенклатурный человек. Вообще был цирковой элемент, я не был членом партии, оказывается, нужно было, чтобы я был членом партии, через год вскрылась, что я не член партии, скандал, но это ладно. Так вот, когда я узнал, что я номенклатурный, я узнал, на 1 мая и на 7 ноября, это годовщина Великой Октябрьской республики, надо ехать в столовую обкома КПСС, зайти, как Аркадий Райкин шутил, вот такой дверь, там тебе выносят вот такой баночку икры, там, балычок, все, и ты приходишь домой счастливый, семья счастливая, ты счастливый, дети счастливые. А сейчас, как совершенно справедливо заметил только что Николай Анатольевич, и в общем подтвердил Ларис Валентин, ну нет берегов, люди перестали понимать, сколько они вправе украсть, вот у кого, какие вот эти вот, как там у этих, бакланы там, да, кто сюда откладывает рыбу, сколько отвешивается, это, конечно, страшно вредит, но когда я слышу, что уважаемые эксперты, уважаемые ученые, и не только Игорь Анатольевич, это достаточно построенная точка зрения, вот говорят, что вот таким образом мы выстраиваем справедливость, у меня, ну это один из элементов, да, как-то вот упорядочить все это хозяйство, у меня возникает вопрос, который тысячу раз уже возникал в разных публичных пространствах, на разных дискуссиях, но коль уж мы сегодня и тот год подводим, я не могу его не задать, меня просто не поймут, многие, если не молодые, то те, кто постарше, вот эти вот утилизы, в чем все-таки причина того, что наше правительство и наши партии руководящие никак не могут решиться ввести то, что существует в 60 или там боюсь соврать в долях процентов, в 70 процентах вполне себе развитых стран мира, а именно прогрессивную шкалу налогообложения, ты получаешь миллион, ты с миллиона платишь 30 процентов, тебе остается 700 тысяч, да, ты получаешь 15 тысяч, ты не платишь ничего, ты получаешь 20 тысяч, ты платишь 10 процентов, да, у нас плоская шкала, при этом не будем называть пофамильно, человек живет в особняке с тремя бассейнами, 12 спальнями и так далее, у него не прикручена дверная ручка, дверная ручка, по документам этот объект проходит как не изданный в эксплуатации и соответственно этот человек не платит налог на имущество и таких вот примеров, понимаете как вот мы мы, я имею ввиду в данном случае правительство, партию вот наших руководителей российской, мы изыскиваем ресурсы для крупных инфраструктурных проектов, вы их назвали и это действительно впечатляет, конечно никаких вопросов нет, но вне зоны этих инфраструктурных проектов, некоторые из которых, например, мост на русский, относится к категории белых слонов с моей точки зрения, да, вот так их сделали и понятно, да, это термин экономический, то студенты, которые здесь экономисты, я понимаю, думаю, понимают о чем идет речь, но там, где нет инфраструктурных проектов и близлежащих образований, какие-то агломерации, люди ощущают только одну сторону медали, что за их счет что-то делается, давайте называть вещи своими именами, понятно, что в будущем году подавляющему большинству из нас грозит ухудшение жизненных условий, худо-бедно, реальные располагаемые доходы населения Российской Федерации падают 4 полных года и вот Путин на пресс-конференции сказал, что они в этом году по оценкам вырастут внимание на сколько на 0,1% любой уважающий себя человек, имеющий дело со статическими данными скажет вам, что даже 2% это так называемая статистическая погрешность, и когда нам говорят, что доходы вырастут на 0,1%, мне очень трудно это как-то охарактеризовать одним-двумя словами, понимаете, и несмотря на то, что новогоднее настроение, я надеюсь, все-таки у нас сохранится и после этой передачи, и у вас, уважаемые телезрители, мы должны трезво смотреть на вещи, мы должны понимать, что в следующем году, в следующем году, манна небесная ниоткуда никому не просыпется. очень коротенько, мы заканчиваем, да почему все-таки прогрессивку-то никак не ведут? Во-первых, ее не то, чтобы не ведут, ее отменили лет 15 назад. перешли к плоской, 13 процентов все-таки. Минимальная ставка была тогда при прогрессивной шкале 12 процентов, максимальная была в разное время 30-35, фактически получалось 12,9. В среднем. собираемость получалась 12,9. Просто заменили на 13 и все. Для того, чтобы не заморачиваться со сбором вот этих всех налогов, от которых все равно уклоняюсь, и декларации не подавали, и затраты на сбор этих денег были гораздо больше, чем реально собиралось. Я считаю, что плоская шкала это на самом деле благо, но надо при плоской шкале иметь очень высокий необлагаемый минимум. То есть, допустим, те же самые 20 тысяч, если они сделают необлагаемый минимум, человек, который получает 40 тысяч, он будет платить в половину половину ставки фактически, человек, который получает 100 тысяч, он будет платить 4,5. Ох, Минфин вас не слышит вот сейчас, он бы пресс на месте. Нет, пожалуйста, можно повысить ставку, сделайте 15%, но сделайте необлагаемый минимум 20 тысяч, тогда действительно человек небогатый платить будет реально меньше, чем человек богатый. И плюс, безусловно, то, что вы говорите, обложение сверхбогатства должно основываться на обложении имущества, расходов, а не доходов. Облагать расходы гораздо проще через акцизы, через налог на имущество, через транспортный налог. То, что пытались и пытаются делать, и если развивать вот эту тему, то тогда тема плоской шкалы НДФЛ, она уйдет. Не будет острою. Она не будет острою, чтобы все будут понимать, что человек, если он богатый, и он это богатство не инвестирует, не вкладывает, а тратит на свое потребление, то есть он строит дворцы, покупает яхты, вот это ему обойдется очень дорого. Логично. Спасибо большое. Мы завершаем. Спасибо вам большое за терпение, но это еще не конец. Во-первых, я хотел бы попросить Ларис Фаррид, не только как ученого, и не только даже как ученого-психолога, но просто как женщину. Пожелайте нам что-нибудь такого, расскажите, как нам вести себя между оливьей, елками, гирляндами и так далее, чтобы все у нас более или менее нормально, чтобы первого проснуться хорошо. Я, знаете, хотела бы обратить внимание на один положительный маркер, психологический маркер уходящего года. Появилась потребность в урбанистике комфорта. Появились блогеры практически во многих больших городах, миллионниках уж точно России, которые начали движение за комфорт городов. У нас открылась набережная в 2018 году, открываются парки, но при бедности, агрессивности, недоброжелательстве вот этого бы не случилось. Значит, общество меняется. Что я хотела бы пожелать? Основа всего, наверное, терпения. Быть очень терпеливыми людьми в новом году. Терпение позволяет всматриваться в нюансы, видеть нюансы жизни, замечать хорошее в этой жизни, радоваться малому. Вот как-то такие у меня пожелания. Слушайте, прекрасные пожелания. Я сам всегда так говорю, когда тебе вообще вот там, вот там, да, холодно, вьюга, метет, вихри враждебные, ну, вы знаете, да, эти песни, вот возьми, вот останься в своем коконе, рядом со своим другом, рядом со своей близкой, да, или со своим близким, да, со своим ребенком, постелите газетку, порежьте селедки. Ребят, да, вот, это спасает на самом деле, это вот психологически спасают, да, дети, родители, если они живы, друзья, любимые. Вот этот вот простой такой человеческий кокон, назовем его обобщенно, семья. И то, что сейчас Лариса Фаридовна сказала, как специалист, и то, что это отчасти совпало с моим дилетантским мнением, и я очень надеюсь, что это совпадает с ощущениями многих здесь присутствующих, это на самом деле оставляет нам некую надежду, что все так или иначе образуется. Обратите внимание, Лариса Фаридовна, Лариса Фаридовна употребила нерасхожий термин толерантность и даже нерусский более-менее точный перевод терпимость, терпимость, к чужому мнению, она употребила абсолютно правильное слово, терпеливость. Здесь есть языковые нюансы? Есть. Спасибо вам огромное, что вы здесь были, что вы отвечали на вопросы, что вы внимательно слушали. Спасибо вам огромное, уважаемые эксперты, за ваши ответы, за ваше терпение, за то, что пришлось что-то объяснять дилетантам. И спасибо вам, уважаемые телезрители, за то, что вы были с нами на этом заседании дискуссионного клуба университетского телевидения и на предыдущих тоже. С наступающим Новым годом! Пусть у вас все будет хорошо. Никогда так не было, чтобы как-нибудь да не было, а всегда так было, что как-нибудь да было, да? Спасибо. Спасибо всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова